Ветеран МВД Туровым Юрий Иванович Я напомню, мы уже много раз об этом говорили, что вот по этому листку бумаги-колачку с какими-то надписями, с какими-то каракулями через суд Лаврентьева Галина Лазаревна, директор, владелец Сочи «Холод» отсудила 9,6 миллиона рублей у Турова. Эти отношения, что я вроде бы как у нее брал деньги в долг, придуманы Лаврентьевой изначально. Это бред ее желаний. И в связи с этим я предоставил в суд все доказательства, которые есть сейчас на сегодняшний момент, на сегодняшний день, что нет никакого у нас договора с Лаврентьевой. Очевидно, что вот эта бумажка быть никакой, никаким документом не может. Дело в том, что тут, к сожалению, прокуратура, прокуратура Краснодарского края, Тобельский Сергей Владимирович, почему он этого не видит, хотя столько написано жалоб, все разжевано, все объяснено, как все начиналось, как все развивалось, где там суть, все, все, со всеми фамилиями, когда все, что было. Но прокуратура ничего не видит. А что касается прокуратуры Краснодарской, ну слушайте, вот знаете, вот как вот есть такие вот в кавычках бренды Судья Хахлио и есть такой другой бренд Краснодарская прокуратура. Сколько об этом уже сломано копий, что в Краснодарском крае все решения принимаются даже подчас не в администрации, а вот на Красной улице, Красной улице, там как раз расположена прокуратура Краснодарского края. Ну слушайте, сколько об этом сказано уже, а вот сыны не дам. Вот скажем так, если тебе что-то надо, что-то надо, ну не совсем в правовом поле, иди договаривайся, чтобы оттуда был знак, что типа можно делать, потому что не договариваешься там, у тебя будут проблемы. Получишь одобрение от первых лиц прокуратуры Краснодарского края, все, у тебя будет все хорошо. В этом деле Турова Юрия Ивановича и Лаврентьевой Галины Лазаревны тут как минимум две схемы, как минимум две схемы. Первая схема. В 2014 году некто Киселев Сергей Сергеевич, бывший работник МВД, обращается, сначала он пишет претензию Турову по адресу его жительства, что якобы он должен 17 миллионов, которые занял в 2012 году, и их не отдает. По адресу этому Туров не живет, но оно так и нужно было, чтобы ответа не было. 10 декабря 2014 года Киселев уже обращается в отделение полиции по западному округу города Краснодара по странному стечению обстоятельств, он там раньше работал, экспертом-исследователем, с заявлением по 159, что якобы заняли денег, не отдают. Как быстро уже 15 числа назначается экспертиза, вот этой бумажке экспертиза, они обратились с этой бумажкой, экспертиза говорит, ну вроде бы похоже, но не совсем, в общем что-то такое. Это 17 числа экспертиза говорит, а 18-го уже Панчин, уполномоченный, пишет отказ в возбуждении уголовного дела. Никак не мог дознаватель из Краснодара, когда узнал, что 17 миллионов там якобы долго принимать решение о закрытии, он должен был вообще передать это дело в управление по борьбе с экономическими преступлениями, потому что это крупная сумма, это первое. Второе, якобы это преступление, оно свершилось в Сочи, в Сочи на улице Донской, дом 7. Там давались эти деньги якобы Лаврентьеву и Турову, а заявление подали в Краснодар. Он сразу должен был эти документы отправить в Сочи, но он этого не сделал. Ну потому что все внутри, все в этом отделении, в котором, напомню, Киселев, тогда еще не доверенное лицо Лаврентьева, а потом уже стал ее адвокатом, он там работал когда-то. Начальник этого отделения казахов подписывает это отказное, может быть он не рассмотрел, может быть подпись поддельная, может быть еще что-то, но это тоже все, это должностные лица, которые совершили, ну может быть халатность какую-то. Когда сотрудник полиции, выйдя на пенсию, в отставку, либо еще куда-то, становится потом юристом, либо даже адвокатом, и естественно же потом все материалы тащит то, что называется в своеродную ОВД, ну ну конечно такая история не нова абсолютно. Недопустимо, некрасиво, особенно когда, ну как есть, принимаются решения процессуальные, которые вызывают вопросы. Ведь все вот подобные вещи, это для чего? Ну ты знаешь, мы игра с подсудностью, с подследственностью. Для того, чтобы было нужное ОВД, нужный тебе дознаватель, ну либо следователь, в зависимости от категории дел, и после этого ты себе берешь просто, и то, что называется, у тебя включается дальше зеленая улица, и все у тебя хорошо. Отказ в возбуждении уголовного дела. Вроде бы, как бы, ну отказали в уголовном деле, это хорошо, но это так оно и было нужно. Дело в том, что в суд с этой бумажкой пойти, ну так, знаете, ну совсем уже смешно, совсем обсмеют. А когда у вас уже доследственная проверка, и в этой доследственной проверке есть какая-то экспертиза, которая под вопросом говорит, то ли в роспись Турова, то ли не Турова, и в которой есть факт, якобы факт уже установлен, что Лаврентьева дала 17 миллионов долг. Да для чего нужен был весь этот цирк? С написанием заявления в Краснодаре, с отказником, с какой-то непонятной, странной очень экспертизой. А для того, чтобы с этой бумажкой, якобы это уже документ, пойти в суд и на основе его уже принимать решение. Но даже эту бумажку потом отменили. Вот этот отказной, он потом оказался Филикиной грамотой. А в действиях Лаврентьевой, которая пыталась завести уголовное дело на Турова, усмотрели признаки ложного доноса. Вот рапорт следователя. Только прокуратура ничего не видит, говорит опять, что все в порядке, все замечательно, закон не нарушен. И эта Филикина грамота идет в суд. Первая инстанция отказывает, а вторая инстанция, а вторая инстанция, это Краснодарский краевой суд, это состав, который подчиняется золотой судье Хахалевой. Помните золотую судью Хахалевой? Это свадьба за 2 миллиона, это сомнительное очень решение, это сомнительный диплом юриста. А сейчас она скрывается то ли в Армении, то ли в Грузии. И вот ее состав, то есть состав административный, который подчиняется ей, принимает решение, что удовлетворить иск только не на 17 миллионов по этой бумажке, а на 9,6. Судебные акты, которые были вынесены судьями из коллегии по административным делам нарушения подсудности, являются противосудными судебными актами. Под давлением ее хорошей подруги Хахалевой Елены Владимировны, которая оказывала давление на судей, и это давление зафиксировано в ее уведомлениях о судебных заседаниях, как в мой адрес, так и в адрес Лаврентьевой. Потом это дело уходит в Верховный суд, Верховный суд отменяет, возвращает опять Хахалевскому составу, и Хахалевский состав снова принимает то же самое решение, что удовлетворить иск на 9,6 миллиона, частично удовлетворить. И сейчас, в данный момент, Туров Юрий Иванович должен 9,6 миллиона рублей. Лаврентьевой Галине Лазаревне, это первая схема. И представляете, прокуратуру тут ничего не видит. Госпожа Лаврентьева, в данном случае, конечно же, очевидно, когда запускала этот материал, запускала заявление о преступлении с нарушением правил о территориальной подследственности, конечно же, она понимала, зачем она и что делает. Ну, слушайте, человек бизнесмен, много лет занимает управляющую должность. Ну, слушайте, она юридически, как правило, такие люди грамотные очень в процессуальных вопросах. И уж тем более, если она всю жизнь, то, что называется, руководит крупным предприятием в Сочи. Ну, там, знаете, там без силовиков шага ступить невозможно. Это первая схема. Вторая схема, как земля. Сочи холод. Сочи холод предприятие, понятно, что там холодильники, это еще Советского Союза было, находится в центре города Сочи, Донская, дом 7. Лаврентьева там была когда-то директором. В какой-то момент она решила землю взять себе. 11,5 квадратных метров земли. И вот в 12-м году она своей своячнице, Сокольской Людмиле Ивановне, своей хорошей знакомой, их дети сожительствовали, она продает здание. Здание Сочи холод. За 2,8 миллиона рублей в центре города помещение продает. Дело в том, что Сокольская там ни разу не была на этом Сочи холоде за эти годы, когда была номинальным собственником. Она не подписывала ни документы, ничего, можно это посмотреть. Подписывала, продолжала руководить Сочи холодом Лаврентьева. То есть это была игра в поддавки. Сокольская вдруг решает, что помещений ей мало в собственности. Она еще землю хочет в собственности. А на тот момент земля была в собственности города Сочи. Она обращается к юристу Стружинской. И та, гей, помогает через суд добиться того, что земля... А через суд-то какой? Первая инстанция отказывает. А хахалевский состав, то снова мы встречаем хахалевский состав. Он удовлетворяет желание Сокольской. И землю в 11 500 квадратных метров в центре города Сочи передают в собственность Сокольской. И уже в 14-м году, представляете, какое совпадение с Сокольской. Вдруг стали нужны деньги. И она и здание, и уже вместе с землей продает за 2,5 миллиона рублей Лаврентьевой. И все это вместе она продает за сумму меньшую, за которую она купила. Ну, говорит, что нужны были деньги. Ну да, конечно, нужны были деньги. И вот вам еще одна схемочка такая, как из собственности муниципальной в частную собственность землю перевести. И сейчас у нее в собственности все имущество. Она сдает это имущество как физическое лицо. С Сокольской она сыграла практически в поддавки, как с родственницей. Она сваха ее. Дочь Лаврентьева Галины Лазаревны является гражданской женой сына Сокольской. О чем сама Сокольская и заявила следователю Матвееву Карине Александровне. Вот скажите, ответьте, это похоже на схему? Это похоже на схему, что земля в центре города Сочи и собственности города Сочи изымается и становится частным владением? И теперь Лаврентьева Галина Лазаревна может все, что угодно с этой землей делать. Вот все, что угодно, все, что и вздумается. Она может ее передавать, продавать. Она может там торговый центр построить. Может под застройку жилищного комплекса отдать. Сейчас стоимость этой земли где-то кадастровая. 266, кажется, миллионов. Если ее продавать, ну на рынке рыночная цена, там на ли прибавляете. Это центр города Сочи. Донская улица 7. И тут краевая прокуратура, Табирский Сергей Владимирович, ничего не видит. По большому счету, когда касается передела собственности, ну передела собственности, отъема имущества государства по сути. Ну могло ли это произойти без участия, скажем так, без того, чтобы прокуратура не закрыла на это глаза? Ну ответ очевиден. Нет. Тем более, что касается Сочи холода, ну лакомой земли. И то, что она за такие копейки, после определенного, скажем так, схематоза, ушла из государственной собственности, вот для меня очевидно. Это по большому счету не могло никак произойти без ведома и молчаливого одноврения прокуроров Краснодарского края. Прокуратура это некое око государственное, которое должно за порядком следить. И если где-то оно что-то увидит не так, оно должно реагировать. Но как-то вот одни отписки, отписки, отписки. Возможно, что Катасонов Юрий Александрович, это новый прокурор по Северокавказскому и Южному административному округу Российской Федерации, увидит что-то здесь. Он как новый человек, незамыленным глазом, посмотрит и увидит. Мы напишем запрос ему, подробно все это распишем, пошлем этот фильм, пошлем предыдущие наши фильмы, которые были об этой проблеме. Не так давно поменялся руководитель генпрокуратуры по Южному федеральному округу. С ним, со сменой руководства, действительно сейчас, то что называется, все смотрят с оптимизмом, все ждут, что наконец-таки лед тронется. И что в конце концов сможем мы добить справедливости. Потому что до той поры, пока прокуратура Краснодарского края будет покрывать вот эту ситуацию, а там как есть, исполнители остались все те же самые, ничего не поменялось. Эти схемы же, они на поток были поставлены. Изъятие имущества государственного, переход его в частные руки, это же на поток было поставлено. И тут Лаврентьева, это как бы, можно сказать, капля в море. Но надо еще даже начинать. Все сходится в результате на прокуратуре. Ну что ж, будем писать запросы, еще раз будем писать запросы. Будем добиваться справедливости. Будем добиваться того, чтобы закон заработал. До свидания.